Всем привет, это Антон Мизанов, и в этом видео наконец-то разбираем, как играть на укулеле гитарные соло из песни группы Аквариум Электрический Пес. Разбирать будем на основе двух моих видео, я по крайней мере рекомендую их посмотреть. Это собственный гитарный и укулеле кавер, где я играю на гитаре и пою, а сольной партией играю на укулеле. И разбор ритмического рисунка и аккордов. Такое есть видео, где я разбираю все, кроме вот этого соло. Ссылки на эти видео я оставлю в описании и в подсказках. А теперь переходим, собственно, к разбору соло. Соло начинается с ведущего риффа, и я думаю, сначала мне стоит взять гитару, чтобы рассказать вообще, в каком поле мы действуем. Песня играется в ми бемоль мажоре, и, соответственно, параллельно ей минорная тональность, это до минор. И, соответственно, у нас все делается по до минорной пентатонике. И ее производным, то есть вот до минорная пентатоника. И еще вот такой есть вариант, если вверх идти. Вот в этом поле мы действуем на гитаре, но поскольку мы будем разбирать укулеле, то играем, соответственно, не от восьмого лада, как на электрогитаре, а от третьего, поскольку укулеле настраивается на кварту выше. Обещаю, я вас буду очень мало дальше нотами парить. Я буду полагаться в основном на то, что буду замедлять вдвое пассажи при монтаже, и тогда все будет очень близко видно и очень понятно. Начинается гитарное соло с основного риффа, который несколько видоизменен. Я тоже посоветую просто послушать Аквариум, как они это там делают. Они, на самом деле, там вбрасывают третий круг из ми бемоль мажора и до минора. Это сразу слушается, как это очень хитрая кривизна, но на самом деле никакой кривизны там нет. Там просто вброшен третий круг. Этим же, кстати, любит заниматься группа Гриндей. Но я отвлекся. Так вот, значит, сам рифф играется на гитаре с подтяжкой. А на укулеле подтяжку такую будет сделать очень сложно, поэтому ноту будем играть впрямую. Давайте сейчас я еще раз играю, а при монтаже замедлю вдвое. При этом укулеле будет звучать, как испанская гитара, мучачес. Вот после того, как это сыграли, бросаемся в дебри самого гитарного соло. Первая фраза, которая у нас там идет, это нисходящее движение по гамме. Я опять-таки, наверное, покажу на электрогитаре, что там происходит. Сначала идем вниз, а потом идем вверх. Как мы это на укулеле делаем? И вот дальше я на гитаре брал следующую ноточку, до, нижнюю, на четвертой струне, но здесь четвертая струна на октаву выше, поэтому будет нелогичный скачок на октаву вверх. Да, мышка пискнула, поэтому будем брать эту ноту до на открытой третьей струне. Теперь при монтаже замедлил вдвое. Понятно? Понятно. Дальше идет вот такой вот рок-н-ролльный ход в той самой верхней части пентатоники, как я на гитаре показывал. Вот с этой вот нотой пониженная квинта, которая агрессивное роковое звучание дает. Давайте снова сыграю и при монтаже вдвое замедлю. Понятно? Хорошо. Дальше у нас идет такой длинный-длинный-длинный проход. Сначала по пентатонике вниз, а потом по гамме и по хроматизму вверх. Эту фразу есть смысл разбить на две части. Сначала вот такое вот фактически упражнение. Понимаете? Как в книжке соло-гитары в стиле хэви-метал. Мне, конечно, легко смеяться, но откуда вообще в принципе у парней и у Дюши Романова, который это играл, в частности, была информация, как вообще играть рок-н-ролльные вещи, мне неведомо. Гении какие-то. И вот это упражнение надо сыграть. Сейчас я при монтаже опять замедлю вдвое. Попробую даже, наверное, на гитаре сыграть то же самое. Но только здесь я на четвертую струну ушел, а там пришлось остаться на третьей. Опять-таки, в силу того, что здесь у нас четвертая струна очень мало нам нужна, она потому что на октаву выше. И после того, как мы свалились в это нижнее до, у нас очень клевая фраза, вообще шикарная, и идет. Сначала мы на третьей струне делаем восходящее движение по гамме. А затем на второй струне мы делаем хроматическое восходящее движение, то есть строго по полутонам, пока не упремся вот в эту верхнюю до. Я был очень горд, когда я это снял, я там замедлял у аквариума. И затем на первой струне снова по гамме. Представляете, вот такая вот штука. Как это Нюша придумал вообще? Давайте медленно теперь при монтаже сделаем. И под конец соло такой отыгрыш, такая еще рок-н-ролльная фразочка. Ну, в общем, на этом соло и заканчивается. Я очень благодарен тем, кто досмотрел все это до конца. Я был искренне удивлен, как много человек попросил разобрать соло из песни группы «Аквариум» «Электрический пес», да еще как оно играется на укулеле. Пишите свои критические замечания в комментариях, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вместе с вами был Антон Мизонов. Я надеюсь, еще увидимся!